Конечно, в мире очень много событий, конечно же, мы все ждем президентские результаты, президентские выборы Франции, но я не сомневаюсь, конечно, в том, что Макрон должен победить. Вот тут на днях был дебат между Макроном и Лепен перед вторым туром, и можно было посмотреть результаты, как там голосуют зрители, за кого они голосуют, кого поддерживают, но эти опросы показывали, 54% поддерживали Макрона, 46% Лепен. Что касается опросов общественного мнения, уже более серьезные такие исследования, но они показывают вообще, что Лепен ведет 56 на 44. И да, есть уверенность, что Лепен может даже крупно проиграть, но будем, конечно, смотреть на результаты этих выборов. Но вопрос не только в выборах. На выборах люди иногда могут не обратить внимания, что там эти кандидаты говорят, просто у них какие-то убеждения, что вот это годится, это не годится, ну что там в этом роде. Но если мы смотрим содержание вот этого конкретного дебата, но, конечно, это просто удивило, но удивило, но понимаете, это величайшая государство Европы, огромные истории, огромные, конечно, политические истории. И мы имеем как бы президентский дебат, где один из кандидатов не может формулировать свои мысли, не может построить хотя бы логически свое рассуждение, путаются показания. Ну что это такое? Зачем такой кандидат? Ну Мария Лепен, именно вот таким она всегда и была. Недалекая женщина, которая не разбирается как бы ничем, не знаком фактами и просто несет мамонегарюй. В данном дебате, конечно, Макрон, который, конечно, и министром был, он теперь вот президентом, но ему легко было показывать сизофрению мадам Лепен. Но, конечно, смешно в том, что вот такую как бы проигрышную фигуру поддерживал Путин. Настоящая дуралина, по-другому как бы не говорить, говорить как бы невозможно. Дуралина, а Путин его поддерживает. Ну она же проигрывает, он же проиграл там не одну как бы выбора. Вы его поддерживаете. Хотя, понятно, что она не может добиться никаких результатов, она не может выиграть. Она слишком слаба. Зачем вы его поддерживаете? Поддержите кого-то другого, который более способен, который может выиграть. Но, конечно, можно говорить, что это все игра. На самом деле поддерживаются многие кандидаты. Но не знаю, не знаю. Все-таки тратить там 70 миллионов на вот на эту женщину, конечно. Ну это надо уметь, конечно. То есть, по-прежнему мы говорим, что хотя Россия не очень богатая страна, но на такие глупости Владимир Владимирович всегда деньги найдет. Крадет очередной раз как бы ограбить своих старушек России и передает это и мадам Лепен. Еще раз говорю. Давид, но результатов нет. Очередной раз Лепен как бы пролетит под фанерой, конечно, под Парижем и как бы ничего не дает, никаких результатов. Но тоже, видимо, неудивительно. Но если смотрим, что происходит в России, кого там Путин поддерживает, какие политики ему нравятся. Ну вот такие же дубоватые, как этот Лепен, не могут ничего там аргументировать логично, не знают ничего о политике, экономике, несут просто такое. Ну, в общем-то, такие же, как Владимир Владимирович Путин сам. Ну, посмотрите, что он несет все последние годы. Но даже если мы говорим, что это пиар, что мы врем для того, чтобы там успокоить население. Но, извините, врать тоже можно по-разному. Можно, чтобы было интересно, умно. А можно дубовато просто что-то нести и верить, что люди тебе верят. Там говоришь, что вот пенсия там повысал, вам зарплата там, что-то там, что... Как он там говорил, что это же хорошо, что рубль, как бы, там падает отношение доллара. Тогда вы получаете же больше этих рубликов, Владимир Владимирович говорит. Ну, вот в таком уровне этого дела. А вы говорите Лепен. Так что, конечно же, не случайно, что Путину нравятся, как бы, такие вот личности. Слабые, интеллектуально, которые даже ничего не могут, но на которые тратят просто огромные деньги, чтобы вот Путин мог бы лицезреть как бы эту глупость на каких-то экранах. Посмотрим, как, конечно, пойдут выборы. Пока все указывают, что Макрон может победить. А это значит, что, конечно, Франция, если выбирают Макрона, остается лидером Европейского Союза. Она, конечно же, будет серьезно влиять на политику, которая будет строить весь Европейский Союз. И тут надо понять, что, конечно, после выборов, конечно, позиция Макрона, что касается войны в Украине и других дел, конечно, будет более твердой, чем она сейчас. Поэтому, конечно, победа Макрона не выгодна для Путина на самом деле. Но что делать, если деньги тратили на какую-то женщину, которая даже логично не может рассуждать? Пойдем смотреть. В всяком случае, будет интересная ночь. Ночь второго тура президентских выборов Франции. Вы смотрите АРУ-ТВ